Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тема вебинара вы видите на экране. Это у нас будет расхождение выручки в декларации по прибыли и по НДС. И смотреть мы будем ее с вами на примере 1S ERP. Ведущий вебинара я, консультант-аналитик Гардышева Галина. На экране вы видите наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефоны и адрес нашего сайта. То есть вы можете обратиться по любому каналу, задать какие-то свои вопросы, либо по теме вебинара, либо по какой-то вашей ситуации. Если вы обращаетесь к нам в письменном виде или по электронной почте, через сайт, то мы сможем больше времени уделить вашему вопросу более подробно и уже тематически касательно вашей ситуации. Все разобрать и ответить вам предметно. Ну и плюс в этом случае мы не будем лимитированы по времени, поэтому ответ будет более подробным. Мы рады любым вашим вопросам и можем оказать помощь и во внедрении, в доработках, в сопровождении любых конфигураций 1S. Так что будем рады сотрудничеству с вами и любому другому взаимодействию в удобном для вас формате. Программу вебинара вы сейчас видите на экране. И я хочу немножечко рассказать, как у нас будет происходить сегодняшняя встреча. То есть мы будем разбирать законодательную базу по ситуациям и переключаться в демонстрационную базу. Сейчас я переключусь в демо-базу. И мы будем с вами смотреть, ну так сказать, на живом примере то, о чем я буду говорить по ходу нашей встречи. Хочу сразу попросить вас отключить мобильный телефон, чтобы мы не отвлекались на то, что звук вашего разговора громче, чем я рассказывала. Еще одно маленькое дополнение, что вебинар у нас записывается. И если у вас возникла ситуация, что вы не смогли посмотреть его целиком или еще какие-то сложности, то вы можете потом вернуться на нашем сайте, посмотреть его в записи. Будем очень благодарны вам за отклики, за оценку, ну за предложение, что на ваш взгляд стоит улучшить, доработать и так далее. Итак, первый момент, то есть откуда возникают расхождения между декларациями, то есть декларация по НДС и декларация по прибыли. Здесь стоит сразу сказать, что это нормальная ситуация, это не нарушение, ну если, конечно, вы не обнаружили у себя ошибку. И налоговики при проведении камеральной проверки, которую они должны провести в течение трех месяцев после получения вашей декларации, если находят какие-то расхождения, они присылают вам требования, требования сдачи пояснений по этому вопросу. То есть, например, в требованию у вас будет указано, что просим пояснить разницу в налоговой базе по выручке между декларацией, например, по прибыли и по НДС. Ну, собственно, самый частый вопрос, который вызывает расхождение, это то, что разные правила формирования налоговой базы. То есть, для декларации по прибыли мы выручку определяем по факту отбрузки товаров, а вот выручку декларации по НДС мы определяем по факту отбрузки и, соответственно, плюс полученный аванс, то есть полученная предоплата. На слайдике вы видите два скриншота. Первый – это декларация по налогу на прибыль. И вторая – это скриншот из декларации по НДС. Вот здесь сразу нужно сказать, что поскольку прибыль у нас формируется нарастающим итогом, а декларация по НДС у нас формируется поквартально, то, соответственно, если вы даете пояснение за первый квартал, это самая простая ситуация. То есть, будет декларация по прибыли, в которой стоит выручка, и одна декларация по НДС, в которой тоже стоит выручка, и прокомментировать эту выручку вы должны в налоговую инспекцию. За второй квартал вы, соответственно, берете декларацию по прибыли и две декларации по НДС, ну и дальше по нарастающей. То есть, за 9 месяцев у вас будет при декларации НДС и так далее. Собственно, само по себе требование, полученное для отдачи пояснений, эта ситуация не новая, и она практикуется уже достаточно давно. Бухгалтера с этим сталкиваются, то есть, ничего такого смертельного в этом нет. Если бы не одно но. В прошлом году, с 1 июля, вступили в дополнительный перечень обстоятельств, когда декларация может быть признанной, не представленной. Это у нас регулируется федеральным законом номер 374 ФЗ. То есть, если раньше налоговики выявляли какие-то расхождения или у них возникали какие-то вопросы, они присылали требования, вы на него отвечали, и все было благополучно. То есть, декларация у вас была задана. Но в свете вот этих новых изменений, если вы даже представили декларацию, получили ответ оператора ТКС, что декларация передана в налоговый орган, принята на проверку и так далее, то это еще не значит, что вы можете спокойно вздохнуть и забыть про всякие штрафные санкции. То есть, в этом законе есть перечень, по которому декларация может быть не признана. С данной. Собственно, с расхождением по налоговым базам она, в общем-то, напрямую не корреспондирует. Но, тем не менее, обратить внимание, при даче декларации на это стоит. То есть, основные критерии, по которым налоговики сразу отправляют вам уведомление, что декларация не предоставлена, это то, что касается подписей ответственных лиц. То есть, если налоговая декларация подписана неуполномоченным лицом, если подписана дисквалифицированным лицом, и срок его дисквалификации на момент подписания декларации еще не истек. Ну, соответственно, если в системе имеются сведения о том, что подписавший человек умер. Или самый распространенный момент, это если в ЕГРЮ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе, например. Ситуация, почему я говорю распространенная, потому что связана с тем, что человек мог сменить паспорт, например, по возрасту, когда положено менять, мог выйти замуж, сменить фамилию. Ну, то есть, соответственно, такие достаточно распространенные ситуации, которые нужно отслеживать и проверять, чтобы у вас в ЕГРЮ эти данные были внесены и, соответственно, они были достоверными. И самый, так сказать, коварный пункт, по которому декларации могут быть признаны недействительно, в нашем случае, то есть, касающийся нас, это если декларация по НДС вами была сдана, но есть расхождение с контрольными соотношениями. Вот этот пункт касается напрямую нашей ситуации, поэтому нужно обращать внимание. Если вы видите, что у вас есть расхождение, то есть, если это не ошибка, а штатная ситуация, то иногда бывает полезно заблаговременно отправить в налоговую, например, вместе с подачей декларации, пояснительную записку о том, что расхождение по выручке у вас вызвано не ошибкой, а тем-то и тем-то. То есть, само по себе, когда у вас выручка отличается в декларациях, это не всегда обозначает, что бухгалтер накосячил, это его ошибка. То есть, налоговики об этом, естественно, тоже знают и присылают требования о предоставлении пояснений. Сама по себе ситуация с получением такого требования достаточно неоднозначна. Предприятия пытались судиться, оспаривать требования о предоставлении пояснений, но, к сожалению, судебная практика берет во внимание то, что, скажем так, по-русски, становится на сторону налоговой инспекции, именно в этом конкретном случае. Ну и второй момент, который обязательно нужно иметь в виду, что все споры и судебные разборки с налоговыми инспекциями, во-первых, чаще всего решаются в пользу налогового, во-вторых, они имеют право заблокировать счета, если написали вам, что декларация не предоставлена. И в основном, естественно, в безакцепном порядке списали все, что посчитали нужным, то есть по своему расчету, а не по вашему. В каких случаях могут расходиться суммы выручки для налога на прибыль и НДС? То есть, во-первых, это разный порядок определения налоговой базы, о чем я уже сказала. Ну, например, если организация получила дивиденды, то есть, соответственно, по налогу на прибыль они будут отражены, а по декларации НДС они не войдут в налогооблагаемую базу. Следующий пункт – это если у вас были доходы в виде курсовых разниц. Соответственно, в декларацию по НДС они могут тоже не войти. Если вы при проведении инвентаризации выявили и оприходовали какие-то излишки, ситуация аналогичная, то есть по прибыли вы эту сумму покажете, в декларацию по НДС она не входит. Ну, естественно, если у вас списанная дебиторка в случае, например, растечения исковой давности или ликвидации предприятия кредитора, ну, по каким-то причинам вы списываете кредиторку. А вот ситуация, если вы безвозмездно передали какие-то товары или оказали услуги, в этом случае в декларацию по НДС это попадет, но для цели налогообложения, то есть для прибыли дохода не образует. Соответственно, если вы получили требование, его нельзя отправлять в долгий ящик, и на него нужно как можно быстрее ответить. Официально срок ответа на требование о предоставлении пояснений у нас составляет 5 дней. Если пояснения не предоставляются, то в этом случае предусмотрен штраф в 5000 рублей. Если такая ситуация у вас повторяется в течение года, то штраф вырастает с 5000 до 20000 рублей. Еще один момент. Если у вас, например, есть курсовые разницы, как сформулировать пояснение для налоговой инспекции? Потому что оправдательных документов в этом случае у вас не будет. То есть у вас не будет договора, например, с контрагентом каких-то других документов. Значит, если вы даете пояснение налоговой инспекции именно по расхождению в декларациях, первое, что нужно сделать, это написать, что ошибок в декларации нет. И дальше написать обоснование. То есть почему вы считаете, что в ваших декларациях нет ошибок? Ну, вот видите, на экране описана стандартная ситуация, откуда у вас возникли курсовые разницы. То есть, например, что вы заключили договор. Ну, в нашем случае я написала Казахстан, поскольку если раньше можно было ссылаться на европейские компании и так далее, то сейчас в условиях санкций мы возьмем тех, кто нас не обижает. То есть, соответственно, если у вас есть такой контракт, то сумма, например, если был валютный аванс, соответственно, берется курс валюты, действующий на дату отгрузки, а при переводе аванса курс мог быть другой. И, соответственно, курсовую разницу вы включаете в нереализационные доходы по налогу на прибыль, которые отражаете, вот я сейчас выделю, в сотой строке приложение 1 к листу 2. То есть, таким образом, налоговая база по налогу на прибыль и по НДС различаются на суммы курсовых разниц, так как в декларации по НДС курсовые разницы не отражаются. И вот в этом случае вы уже можете приложить подтверждающие документы в виде стандартных бухгалтерских отчетов. То есть, например, приложить выписку по банку, которая подтверждает, что вы именно эти средства у вас проходили по расчетному счету. Приложить оборотно-сальдовые ведомости уже из учетной программы, то есть, по субситам, расчеты по авансам и так далее. Давайте мы с вами сейчас перейдем в демо-базу. Я перехожу в базу ERP. Сейчас я разверну его на весь экран. И немножечко остановлюсь на некоторых тонкостях, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Во-первых, хочу сказать, что мы с вами будем сегодня смотреть программу релиза 2.5, то есть ERP 2.5. Почему это важно? Потому что релиз 2.4, в принципе, функциональность имеет практически такую же самую, но в 2.5, естественно, она шире. Но немножко другую компоновку по разделам. То есть, некоторые разделы могут отличаться. И второй момент. Начиная с конфигурации 2.5, введено достаточно много изменений, которые касаются и учета, и сервисных функций. То есть, ну и естественно, чтобы у вас была версия, которая содержит последние обновления по декларациям, по регламентированным отчетам. Потому что сейчас, сами знаете, что начиная с прошлого года у нас поменялись очень многие и правила учета, и формы регламентированных отчетов. То есть, чтобы быть уверены, что вы послали то, что нужно, проверьте свои релизы. Мы с вами сегодня будем смотреть 1С ERP управления предприятием 2.5.8. Это не самый последний релиз, но один из предпоследних. Сейчас мы отсюда уйдем и снова вернемся. Мы с вами разговаривали по подтверждающим документам и по стандартным отчетам, из которых можно взять подтверждение. Возвращаемся снова в наше ERP. И немножечко хочу сказать про то, как скомпонован в ERP раздел. То есть, у нас есть раздел 1С отчетность. Здесь есть регламентированные отчеты и общий документооборот. То есть, переписка, письма, личные кабинеты и сообщения в контролирующие органы. И есть блок «Бухгалтерский налоговый учет». Вот именно этот блок у нас и содержит стандартные бухгалтерские отчеты. Если мы сюда заходим, то мы можем скомпоновать стандартные отчеты, которые в бухгалтерии используются и в других конфигурациях. То есть, это всем знакомый оборотно-сальдовая ведомость. Общая либо по счету. Здесь никаких отличий нет. Единственная плюшечка, если можно так сказать, что когда вы сформировали саму ведомость, вы можете напрямую, с налоговым органом, к сожалению, это не пройдет, но с вашими другими контрагентами, вы можете прямо отсюда, используя вот такую пиктограмму, отправить этот документ своим контрагентам или партнерам. Ну и, естественно, как и все отчеты в 1С, это настраиваемые. То есть, если мы выбираем «Показать настройки», то мы можем посмотреть, что здесь включено. В бухгалтерии примерно так же. Ну, может быть, немножко другая компоновка в закладках. И обратите внимание, если вы работаете с декларациями, то есть с налоговым учетом, то лучше, когда вы формируете оборотки для налоговой инспекции, ставить в флажок данные налогового учета, чтобы, если есть расхождение, это было сразу видно. Так, снова я закрою. И вернемся к нашим слайдикам. То есть, вы отсюда можете скомпоновать ответ в налоговую инспекцию. Обратите внимание, есть одна тонкость. Сейчас я вам покажу на слайдике, так сказать, нормативную базу. То есть, если налоговая инспекция запросила пояснение по декларации, например, по НДС, как вы знаете, сейчас, в этом году, все отчеты по НДС создаются в электронной форме. Соответственно, если у вас налоговая запросила пояснение или какую-то другую информацию, то вы должны представить ее тоже в электронном виде. То есть, если вы представите ее на бумаге, то есть бумажном формате, то пояснения будут считаться непредоставленными. И, соответственно, в этом случае вы попадаете на штрафы, про которые мы уже говорили. То есть, штрафы за непредоставление информации. Снова вернемся к требованию налоговой. То есть, когда налоговая может запросить у вас такие пояснения и что делать. Значит, ну, соответственно, то, что мы с вами уже обсудили, это запрос о пояснениях. То есть, в этом случае вы пишете пояснительную записку. Здесь законодательно не установлен перечень документов, которые вы должны приложить к этому пояснению. Чисто, так сказать, из практики для пущего самосохранения, чем более подробную информацию вы им напишете, тем более подробные отчеты вы им пришлете, тем лучше. Соответственно, вы либо подаете пояснение о причинах расхождения, либо, если это все-таки у вас закралась ошибка, то вы должны подать уточненную декларацию. Чтобы при этом не нарваться на штрафы, вы должны сначала, если это все-таки была ошибка, если у вас все-таки оказалось, что, например, занижена налогооблагаемая база по какой-то из этих деклараций, то вы сначала должны доплатить сумму, которая причитается налоговикам, и после этого отправить уточненную декларацию. То есть сейчас мы снова вернемся в демо-базу, посмотрим регламентированный учет, посмотрим регламентированные отчеты и, собственно говоря, посмотрим, ну вот видите, сейчас у меня выкинулась рекламка про 1С-отчетность. Ну, раз уж она нас отвлекла, скажу пару слов про этот режим. Сейчас фирма 1С разработала отчетность, которую можно сдавать напрямую из программы, минуя оператора. То есть в среднем у нас все работают либо через СБИС, либо через Астрал, либо через Контур Экстерн, ну, то есть через разных операторов. Соответственно, происходит выгрузка в файл, который мы передаем оператору, и потом оператор этот файл пересылает в налоговую инспекцию. С одной стороны, это удобно, потому что в этом случае, если какие-то возникают проблемы, то можно доказать, что оператору-то отправил, если там уже были какие-то задержки, то это не вина предприятия. Но перекидка файлов через транзитный, вот так сказать, маршрут, она все-таки замедляет действие. Напрямую из 1С можно сдавать на сайт налоговой инспекции, передавать напрямую отчеты. Вы видите, что с налоговой, с пенсионкой, с РАСТАТом, ну, сверки это понятно, сверки можно и через личные кабинеты, получить. Но самое приятное, это отправлять документы по требованию налоговой инспекции. То есть не нужно в первую очередь сохранять все эти обороточки в файлике, потом файлик либо распечатывать, либо еще как-то отправлять. То есть это достаточно удобно. Если у вас есть подписка ИТС-ПРОФ, то вы можете использовать эту возможность бесплатно. Если у вас есть ИТФ Техно, то в этом случае эта отчетность будет стоить дополнительных денег, но не очень больших, то есть там порядка трех тысяч за год. И ссылочка, если вас это заинтересовало, можно из вашей программы прямо переключиться и почитать, что это такое. Если вы все-таки решите, что-то для вас удобно, то подключиться к отчетности очень несложно и можно это сделать без вмешательства программиста. Это мы закроем. Теперь откроем декларацию по налогу на прибыль. Ну, например, здесь имейте в виду, так сказать, о том, что может возникать ситуация, когда, например, НДС сдается раньше, чем декларация по прибыли. То есть, вы, например, сдали НДС, все хорошо, и вдруг, там, через несколько дней к вам прибегают и говорят, что, например, иногородний или покупатель, где-то, который территориально от вас удален, например, не принял документы об отгрузке, а вы уже сдали декларацию. Значит, в этом случае надо это все быстренько, оперативно либо договориться с контрагентом, как действовать, либо старнировать эту отгрузку и, соответственно, в этом случае декларация по прибыли у вас уже будет с номером корректировки, а декларация по прибыли будет нулевочка, то есть, ну, как первозданной частоты. При формировании декларации обратите внимание, что я вот открыла декларацию, которая у меня была за 2021 год, то есть, программка вам выкидывает, что, извините, ну, если я буду делать корректировку, это у меня устроит, потому что я должна сдать в той форме, в которой подавалась первичная декларация, если же нет, то есть, ставить флажок продолжить действие, несмотря на предупреждение, не стоит торопиться, потому что лучше посмотреть обновление, то есть, проверить обновление и посмотреть, ну, к сожалению, у меня сейчас не перегрузит, не перекинется в поиск обновления, потому что демо-база, то есть, проверить обновление и, если возможно, либо загрузить, либо составить уже на новом бланке. Ну, собственно говоря, та же самая история со всеми декларациями, это не только в ERP, это во всех конфигурациях такая система, ну, вот если я поставлю, что продолжить и выведу, что продолжить, то есть, у меня, я смогу работать с этой декларацией. И обратите внимание, вот на такую гиперссылочку, которая у нас есть в декларации по НДСу, значит, эта ссылочка позволяет поменять организацию, если у вас есть обособленные подразделения. То есть, обособленные подразделения в программе вводятся как отдельная организация. И если вы вдруг ошиблись, выбрали не тот филиал, то вы можете по этой ссылочке перейти и выбрать то, что вам нужно. То есть, не повторяя заново весь путь, что создать декларацию, выбрать нужный филиал или нужное обособленное подразделение и так далее. Это мы с вами посмотрели, что у нас по отчетности в демо-базе, то есть, ну, так сказать, в живой конфигурации. И еще хочу немножко пару слов сказать про отчетность, то есть, именно про блок 1С отчетность. Сейчас еще развернемся. То есть, вот этот блок 1С отчетность. Сюда входят уведомления, сообщения, письма, сверху, ну, и так далее. Когда мы видим в этом разделе через меню подразделов, это выглядит вот таким образом. Если мы с вами вошли ну, как бы уже в сам подраздел, то здесь мы видим список декораций или регламентированной отчетности, а все эти пункты, которые мы видели вот на предыдущей картинке, у нас скомплектованы вот сюда в верхнюю линейку пунктов меню. И в связи с тем, что мы сейчас говорим про переписку с налоговой, про ответы на требования. То есть здесь достаточно один раз настроить почтовый обмен, будут видны уведомления и, соответственно, если мы хотим отправить какие-то письма, переписка. Что удобно именно при сдаче пояснений по требованиям налоговых органов, это возможность перейти в личные кабинеты. Вот про личные кабинеты и ответы на требования хочется сказать отдельно. Ну, скорее всего, вы уже сталкивались, и личные кабинеты для вас знакомая картинка. Сделать акцент хочу вот на каком моменте. Если вам приходится работать, например, с ИП, с ИПистами, то есть, если ваша юрлица содержит ИП, то в этом случае нужно помнить о такой тонкости. То есть, через личный кабинет налогоплательщика мы можем перейти в сам личный кабинет. Здесь предусмотрены, ну, когда мы входим, естественно, мы видим переписку, сверху по налогам и так далее. Но декларацию отправить ИПисту через личный кабинет мы не можем. Мы можем декларации, если требуется, например, подача уточненной декларации, если все-таки это была ошибка в расхождении, а не, так сказать, фундаментальные позиции идеологические, то в этом случае мы должны будем воспользоваться либо сервисом налоговиков, то есть на сайте налог налог.ru отправлять отчетность корректированную через личный кабинет мы можем вести переписку, в принципе, это удобно, то есть, соответственно, давать им пояснения, прикладывать какие-то документы и так далее, но не в корректировочную декларацию. ну и вернемся к нашим картинкам. Значит, соответственно, ситуация, когда у нас, так сказать, на законных основаниях выручка отличается, то есть самый идеальный вариант, это если у нас налоговая выручка больше, чем бухгалтерская. В этом случае не страшно, все хорошо и налоговая с энтузиазмом такие пояснения принимает. Но вот если выручка по бухучету, ну, например, большая, а по налоговому учету меньше, чем бухгалтерская, то в этом случае сразу налоговики реагируют как бы на красную тряпку и будут проверять, что у вас прибыльная база скорее всего занижена. Мы уже говорили, что часто такие ситуации возникают из-за различия в признании доходов для целей бухгалтерского и налогового учета. Но все-таки имейте в виду, что для налоговиков это красная тряпка, на которую они сразу делают стойку. В какой форме мы должны и как отвечать на требования, кроме того, что мы, например, подобрали пакет документов, которые мы хотим отправить, выяснили для себя, как написать, что мы белые пушистые. Значит, сейчас вот вы видите на экране слайдик, ну, то есть скриншот из пояснений. Первое, на что обратите внимание, что нужно обязательно указать, чье требование было, то есть все реквизиты налоговой инспекции. Его номер, ну, то есть исходящий и число. То есть этим мы фиксируем, что мы отчитываемся именно в ту инспекцию, с которой нужно, что именно по тому документу, который они у себя зарегистрировали и дата, это что мы не нарушили срок предоставления отчетности. Достаточно частая ситуация, когда, например, работают с налогоплательщиками одни налоговые инспекции, а перепиской, например, отмены или блокировкой отмены расчетных счетов занимается другая налоговая инспекция, в общем-то распространены, поэтому обратите внимание на номер налоговой инспекции, в которую вы отправляете отчет. И следующий абзац, обязательно пишите, что в налоговых декларациях ошибки отсутствуют. И дальше, собственно говоря, самая такая культурная отмазка, это о том, что расхождения вызываются различным порядком формирования налоговой базы для цели налогообложения. Ну и дальше вы описываете ситуацию, собственно говоря, из-за чего у вас эти расхождения возникли. И обязательно обратите внимание, пишите копии документов приложенные, то есть какие документы вы прикладываете. Если, например, у вас вопрос касался дивидендов, то обязательно должно быть решение учредителей о распределении дивидендов. Ну, соответственно, если копии каких-то документов, то вы должны их приложить. И еще обратите внимание, то есть дата, которую вы указываете в пояснении, может отличаться от даты отправки. В этом случае у вас, естественно, за, так сказать, базовую информацию будет принята дата отправки документа, а не дата, которую вы указали в самом пояснении. еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что недостаточно найти расхождение, чтобы, например, снять какие-то затраты. То есть, если налоговики вам прислали, например, требования, которым не только просят пояснений, но и пишут, что такие-то и такие-то затраты были исключены, или по результатам вашей переписки, ваших пояснений пишут, что такие-то затраты исключены из состава налоговых расходов, то есть, так как не подтверждены, например, документально, то в этом случае вы можете абсолютно спокойно обращаться в судебные органы, писать ему заявление и мотивировать это таким образом, что налоговая инспекция лишает компанию возможности заявить возражения по существу до начислений и предоставить конкретные документы в подтверждение того, что эти расходы имели место, то есть, они не являются эффективными и так далее. сейчас хочу показать вам еще один слайдик и потом вернуться в этот же раздел саму конфигурацию, то есть, это картинка того, что мы с вами уже посмотрели, то есть, в разделе регламентированный учет под раздел 1С отчетность, то, что мы уже посмотрели, то есть, уведомления, сообщения, переписка и личные кабинеты, то есть, про личные кабинеты я уже сказала, сейчас я снова переключусь на демо-базу, так, ну, мы отсюда посмотрим из этого раздела, чтобы, собственно, то же самое у нас и здесь есть, это переписка, то есть, отсюда я могу создать и письмо в произвольной форме, и ответ на требования, и пакет с дополнительными документами, ну, то есть, если у нас формируется ответ на требования, то здесь достаточно просто выбираем налоговую инспекцию, которую мы хотим, ну, у меня не подгружены сюда справочники, здесь просто выбор из справочника налоговых инспекций и выбираем документы, то есть, требования о предоставлении информации и требования о предоставлении пояснений, то есть, обратите внимание, налоговая может вам прислать требования о предоставлении пояснений, ну, вот, в нашей конкретной ситуации о расхождении выручки, в случае, если она проводит выездную проверку, встречную проверку и камеральную проверку, то есть, когда вас проверяют камерально, то налоговая имеет право у вас просить пояснение, то есть, истребовать документы в этом случае она не имеет права, и, соответственно, это уже ваша личная инициатива, ваш личный прогиб, что вы кроме пояснений предоставляете им еще и дополнительно какие-то документы, копии, например, документов и так далее. Ну, это как раз такие ситуации, когда лучше проявить максимальную предусмотрительность и дать лучше больше информации, чем потом нарваться, например, на выездную проверку, потому что если ваши пояснения налоговиков не удовлетворят, то вы совершенно спокойно можете попасть в список на выездную проверку, что обычно заканчивается гораздо более тяжелыми финансовыми последствиями. Так, ну, собственно, после того, как мы выбрали, вот, например, мы выбрали пояснение, выбираем организацию, по которой это делаем налоговый орган. Значит, еще про налоговый орган хочу сказать, что при первоначальных настройках, когда вы начали работать в 1СЕРП, или когда вам перенесли сведения, ну, перенесли данные с другой программы при внедрении проверки список налоговых инспекций, потому что использоваться он может во многих документах, ну, во-первых, в декларациях, в переписках и так далее. То есть лучше сразу ввести правильное наименование своей собственной инспекции и инспекции, которые занимаются регистрацией, перерегистрацией, ну, и так далее. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, это на настройки. То есть, видите, здесь достаточно много отчетных форм, справочник регламентированных отчетов, я на него не буду приходить, это то, что мы видели в журнале. и отчеты, которые мы сдаем, ну, скажем так, не в налоговую, например, у Росстат и так далее. Здесь же есть подключение, заявление на подключение к 1С отчетности и обмен с контролирующими органами, то есть, вот как бы самый основной. Ну, у меня в демо-базе, как видите, все мои юрлица подключены к 1С отчетности, то есть, соответственно, если у вас несколько юрлиц, не одно юрлицо, то вы можете кого-то подключить, кого-то, ну, допустим, не подключать, если у вас вяло текущий там коммерческий процесс. И, естественно, журнал обмена с контролирующими органами, то есть, это все настраиваемые параметры. Так, сейчас мы это закроем и снова вернемся к нашим картинкам, к нашим слайдикам. Собственно говоря, про саму отчетность мы с вами уже поговорили, а теперь я хотела бы вам еще небольшой, так сказать, не в рекламных целях, а в целях самосохранения. Сейчас есть очень неплохой ресурс, налог, налог, рот, то есть, это, вот, как вы видите, так он и набирается. Это достаточно интересный сайт, в котором очень подробно расписаны все сложности и все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть по разным отчетам, по регламентированным и так далее. То есть, например, вот если вы сомневаетесь, что может быть вы все-таки сделали ошибку, например, декларации по прибыли, поскольку и прибыли, НДС, это самые такие тяжеловесные налоги, то есть очень неплохой чек-лист для проверки по заполнению декларации по налогу на прибыль. То есть, здесь пошаговая инструкция, что сделать, куда сходить и самое главное, идут гиперссылки на то, как можно себя проверить. То есть, если вы все-таки сомневаетесь, то стоит вот сходить на эту страничку. Вернемся снова в нашу демо-базу и еще раз посмотрим, что, ну, во-первых, где я была, то есть регламентированный учет, откуда мы берем информацию для подтверждения своей позиции в налоговом органе. То есть, это регламентированный учет, бухгалтерский и налоговый учет и, соответственно, раздел стандартные бухгалтерские отчеты и регистры налогового учета. Ну, то есть, поскольку мы должны будем подтверждать, что, где у нас разница и так далее. Начисление дивидендов, обращаю ваше внимание, потому что мы говорили про начисление дивидендов, как их можно подтвердить, если они у вас приключились для налоговой инспекции, то есть, кроме бухгалтерских документов и проводок, к этому надо обязательно прикладывать решения учредителей. Ну, и, соответственно, акт инвентаризации расчетов, если вам нужно будет подтверждать, что вы списываете, допустим, какую-то кредиторскую задолженность. в разделе финансовый результат, ну, во-первых, у нас еще есть дополнительные отчеты, то есть, в разделе дополнительные отчеты можно настраивать, ну, то есть, существует список, который мы можем подключить. Стандартный бухгалтерский нас не интересует. Финансовый результат. то есть, вот, в этом разделе у нас есть дополнительная информация, практически это в каждом разделе такая присутствует. Вот, в регламентированном учете у нас тоже, видите, есть дополнительные отчеты, очень хороший анализ по налогу, по прибыль, по госзаказам, ну, и, соответственно, другие виды отчетов. Еще раз вернусь на анализ, то есть, в принципе, вот этот вот отчет, он присутствует не только в ЕРП, он присутствует и в других конфигурациях, в комплексной, и, допустим, ну, УПП сейчас не поддерживается, но комплексная бухгалтерия, то есть, этот отчет можно просмотреть, если все-таки вы сомневаетесь. Прелесть его в том, что можно посмотреть расшифровку по каждому пункту. Так, снова вернемся в финансовый результат. И, собственно говоря, если вы уверены в собственной правоте, то точно так же, как и в регламентированном разделе регламентированный учет, здесь есть отдельно отчеты, которые можно использовать для подтверждения своей правоты для налоговых инспекций. Ну, вот, пожалуй, наверное, основная информация, которую мы хотели вам рассказать. Я снова сейчас вернусь к нашим слайдам и вернусь сначала, то есть к титульному листу. И повторю, что наши контакты вы видите на экране. Мы будем очень рады обращениям, если вы к нам по любому вопросу, который касается сферы 1С, обратитесь, мы будем очень рады вам помочь и, соответственно, выполнить для вас любые виды работ и облегчить, так сказать, вашу жизнь. И на сайте адрес нашего сайта вот вы видите, то есть там достаточно много разной информации. Можно будет посмотреть и справочные какие-то информационные материалы и записи наших вебинаров, потому что мы выкладываем через несколько дней после проведения вебинара. Если вдруг у вас были какие-то обстоятельства, что-либо не целиком, либо не удалось посмотреть, то велкам будем очень рады. На этом разрешите закончить нашу встречу. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время, за внимание. Ждем ваших вопросов. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин